Кулырышский район – один из главных сельскохозяйственных районов страны. Район, благодаря отчислениям которого стабильно пополняется государственный бюджет. Однако проблема распространения насекомых-вредителей, стихийные бедствия, имевшие место в прошлом году, не обошли его стороной. Если раньше цитрусовые в общественном секторе собирали не менее 2000 тонн, то в прошлом году собрали всего 600. Наша съемочная группа находится на территории цитрусового совхоза «София». Здесь произрастает около 42 тысяч цитрусовых деревьев. Лечение цитрусовых деревьев в совхозе проводится пять раз в год. Но, несмотря на это, прогнозы по урожаю неутешительны. Всему виной неблагоприятные погодные условия. В этом году в связи с тем, что была обтельная засуха, урожай мы ожидаем низкий. В сентябре проведем определение урожая, и там уже ясно будет, сколько в районе будет собран урожай. При поддержке Министерства сельского хозяйства Абхазии на лечение различных сельскохозяйственных культур было выделено более 600 литров ядохимикатов. Ядохимикатами мы обеспечены нормально, это благодаря правительству и лично министру сельского хозяйства Амиран Георгиевич Кокадя, который выделил способству выделению ядохимикатов, который время от времени приезжает, интересуется, как работа идет, что делается. Также нас не оберяет вниманием начальник сельхозуправления Григориан Рафик Задикович. В районе проведена огромная работа по расчистке русел рек, которые ежегодно по нескольку раз выходили из берегов и затапливали дома и участки сельчан. К примеру, одна из них находится в селе Мачара. В период маловодия не скажет, что это на первый взгляд безобидная речушка может превратиться в грозную стихию. Уровень воды в реке значительно поднимается, постепенно размывая основание моста. На другом берегу в селе Мерхиол находится школа. И во время учебного года детям и педагогам постоянно приходилось рисковать и передвигаться по опасному мосту. Без этого моста нам было очень тяжело. Я работаю в школе, в Мерхиолской школе, и каждый день, проходя по этому мосту, испытывала такой страх и за себя, и за детей, что это поймет только тот, кто хоть раз проходил по этому мосту. Для того, чтобы детям попасть зимой в школу, им буквально приходилось ползком по мосту идти. Еще если налить, это очень катастрофическое просто было положение. А сейчас, как видите, ремонтные работы серьезные прошли. Это невооруженным глазом видно. Этот мост является единственным средством сообщения для жителей села Мачара, улицы Заречной. Здесь, во время ливневых дождей, уровень воды в реке постоянно поднимается. Раньше этот мост представлял большую опасность для местных жителей. Сейчас здесь ведутся ремонтные работы по его восстановлению. Здание спортивно-оздоровительного комплекса в поселке Агудзера было отремонтировано в рамках российской инвестпрограммы в 2014 году. Однако, здесь очень быстро пришло в негодность напольное покрытие, и поэтому заниматься было сложно. Несмотря на это, в спортивном учреждении все же проводились тренировки по боксу и карате. В этом году нашлись спонсоры, и основной зал спорткомплекса был отремонтирован. Теперь маленькие спортсмены могут посещать даже тренажерный зал. После того, как мы восстановили игровой зал, добавится волейбол, баскетбол и, вполне возможно, вольная борьба. Игровой зал восстановить нам помогла футбольный клуб «Девятка» город Москва. Они летом приезжают здесь проводить сборы 10-12 дней. Вот они в прошлом году были здесь, мы как бы познакомились, пообщались, и как бы они помогли нам восстановить игровой зал. Мы бюджет не затронули, это мы как бы своими силами восстановил наш игровой зал. В первую очередь наши спортсмены, тренерский состав, население, руководство района, мы все вместе его восстановили. В Агудзере сейчас ремонтируется еще один спортзал, который расположен на территории одной из школ. Средства выделены из районного бюджета. Помощь также оказали местные предприниматели. В Гулрыбшском районе два детских сада, один из которых был полностью отремонтирован и сдан в эксплуатацию в прошлом году. Наша съемочная группа побывала в другом детсаде «Солнышко». Его посещают около ста ребятишек. И в этом дошкольном учреждении необходим капитальный ремонт. Однако пока что здесь смогли привести в порядок только столовую. Помимо ремонта столовой, капитальный ремонт, кстати, был сделан. В дальнейшем тоже поэтапно идет работа по обустройству садика. Конечно, тут необходимы колоссальные вложения, чтобы привести его в должное состояние. Но, тем не менее, большой объем работы проводится. Периодически проводятся ремонтные работы. Вот сейчас абсолютно недавно был проведен капитальный ремонт, электрощитовой. Была полностью заменена электропроводка. В течение нескольких лет было приобретено около ста комплектов новых кроватей со всем необходимым оборудованием. То есть матрасы, диала, подушки для игровых комнат, для детских помещений. Были приобретены и ковры, и столы, и стульчики детские. И разнообразный инвентарь для работы с детьми. Гулрывский район – один из живописных и преуспевающих районов Абхазии, в котором 9 сел и 1 поселок. За последние годы здесь сделано немало, чтобы решить самые острые вопросы и повысить уровень качества жизни. И что немаловажно, и жители, и руководство района принимают в этом активное участие.